здравствуйте приветствую вас на канале 3 кубом сегодня мы будем вязать вот это полотно которое вяжется тремя цветами пряжи это черный синий и белый и как вы видите узор это резинка 2 на 2 мы будем провязывать 2 лицевые 2 изнаночные но это не обычная резинка она будет состоять из блоков не только потому что здесь цветовые блоки вы видите что они чередуются но и потому что мы будем в каждом блоке менять направление вот этих вот бороздок с лицевыми петлями то есть располагать их в шахматном порядке если здесь у нас видите лицевые располагаются здесь то уже в следующем блоке они идут между этими двумя и это нам дает вот такую раскрытую резинку 2 на 2 обычная резинка она пружинит и мы видим с вами только бороздки из лицевых изнаночные петли у нас прячутся внутри а здесь за счет вот такого выполнения резинки у нас изнаночные петли очень хорошо просматриваются и это полотно выглядит уже совсем по-другому но она не является двухсторонним как обычно резинка на 2 на 2 именно за счет того что мы меняем расположение блоков в шахматном порядке плюс за счет того что мы вводим новый цвет поэтому полотно это одностороннее и его лучше использовать для теплой одежды они для шарфов вяжется узор всего на четырех петлях так как это резинка 2 на 2 но нам нужно будет еще для симметрии набрать две петли дополнительные плюс 2 кромочные высоту один раппорт вяжется на 48 рядах вот здесь у меня сейчас провязан один раппорт после того как вы наберете на ваши спицы петли и развернете работу нужно будет провязать один базовый ряд нулевой он не будет входить в эти 48 рядов и вяжется он так начинаем мы его с двух лицевых после кромочной затем 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные и так далее а потом вернувшись уже на лицевую сторону мы приступаем к выполнению первого ряда черным цветом вот сейчас как раз я закончила один раппорт начинаю 2 с первого ряда и в работу у меня вступает черный цвет для того чтобы у нас петли не провисали вот такими некрасивыми протяжками вдоль кромки мы будем их постоянно вот так тянуть вдоль полотна и поступаем следующим образом сейчас я буду вязать черной нитью я ее завожу под эти две которые сейчас у нас работу не вступают и когда я ее готовлю к работе она прижимает собой эти две петли кромки и чтобы закрепить их здесь мы провязываем кромочную не снимаем а провязываем таким образом у нас и черная нить закрепилась и эти две держатся очень хорошо на этом месте а теперь приступаем к выполнению первого ряда сначала провязываем 2 изнаночные петли затем 2 лицевые это весь раппорт на 4 петлях повторяем 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 изнаночные 2 изнаночные и так до конца ряда заканчиваем наш ряд двумя лицевыми и провязываем кромочную петлю так первых два ряда готовы снова заводим рабочую нить под эти две готовим ее и мы смотрим как у нас эти две тянутся вдоль полотна и закрепляются вот такими маленькими протяжками провязываем лицевой петлю и кромочную и теперь повторяем в третьем ряду полностью 1 то есть сначала у нас 2 изнаночные затем 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые и так до конца ряда заканчиваем третий ряд 2 изнаночные и кромочная и четвертый ряд тоже как и второй вяжем по рисунку сначала 2 лицевые затем 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные и так до конца этого ряда прежде чем начнем вязать пятый ряд продолжаем работать черной нитью сначала нам нужно подхватить эти две чтоб они далеко у нас не свисали так завели черную нить под ними закрепили у края полотна и провязали кромочную пятый ряд провязывается точно так же как первый и третий то есть в начале мы провязываем 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые и так до конца ряда закончили пятый ряд развернулись на изнаночную сторону и здесь после кромочной сначала провязываем 2 лицевые затем 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные то есть повторяем рисунок петли изнаночные провязываем изнаночными лицевые лицевыми заканчиваем двумя изнаночными и кромочной и вот весь первый блок у нас готов в первом блоке у нас не было ничего необычного мы провязали его полностью все шесть рядов просто резинкой 2 на 2 теперь приступаем к выполнению следующего блока сейчас мы будем работать нитью синего цвета для того чтобы закрепить ее у края полотна кромочная петля провязывается вот этим новым цветом в седьмом ряду первые две петли провязываются лицевыми следующие две мы не провязываем а снимаем с левой спицы на правую нить остается за работой и следим за тем чтобы протяжка не стягивала полотно вот так можно слегка отодвинуть указательным пальцем даже придержать для того чтобы следующие 2 провязать лицевыми протяжка у нас тогда не затянет наше полотно снова снимаем 2 петли потянули чуть-чуть нить провязываем 2 лицевые 2 снимаем нить за работой 2 лицевые то есть вяжем 2 лицевые 2 снятые 2 лицевые 2 снятые и так до конца ряда последние две провязываем лицевыми и кромочную провязываем лицевой это был седьмой ряд 8 ряд изнаночная сторона кромочная петля снимается далее 2 провязываем изнаночными снятые петли снова снимаем с левой спицы на правую нить остается перед работой и снова провязываем 2 изнаночные 2 петли сняли чуть-чуть потянули 2 изнаночные 2 сняли протянули протяжку 2 изнаночные и так вяжем до конца ряда заканчиваем 8 ряд двумя изнаночными и кромочную провязываем вот так у нас выглядит работа после провязывания 8 рядов а теперь приступаем к выполнению девятого ряда 9 ряд полностью провязывается лицевыми петлями и 10 ряд провязываем полностью изнаночными мы готовы к выполнению 11 ряда сначала мы провязываем 2 лицевые далее 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные то есть мы с вами вернулись к резинке 2 на 2 провязываем полностью так весь 11 лет заканчиваем двумя лицевыми и кромочной и с изнаночной стороны в двенадцатом ряду провязываем петли так как они на нас смотрят сначала у нас лежат 2 изнаночные провязываем 2 изнаночные затем 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые и так до конца ряда в тринадцатом ряду первые две петли у нас снимаются с левой спицы на правую нить остается за работой а эти две петли провязываются лицевыми вот это весь раппорт две петли снимаем потянули чуть протяжку провязали 2 лицевые 2 снимаем потянули чуть-чуть работу провязали 2 лицевые и вот так продолжаем весь ряд заканчиваем ряд двумя снятыми петлями придерживаем не чтоб не стянуть край провязываем кромочную это у нас был 13 ряд с изнаночной стороны после снятой кромочной эти две петли снимаются нить остается перед работой а эти 2 изнаночные провязываем изнаночными синие петли снимаются нить перед работой белые провязываем изнаночными синие снимаем белые провязываем синие снимаем следим за протяжкой белые провязываем синие снимаем белые провязываем изнаночными и так до конца ряда в конце 2 снимаются и кромочная провязывается мы с вами ввели белый цвет в пятнадцатом ряду продолжаем работать нитью белого цвета пропускаем ее вот так под этими двумя таким образом они у нас здесь прижимаются кромки и для закрепления кромочную провязываем далее весь 15 ряд провязывается лицевыми петлями так провязали все петли лицевыми и закончили 15 ряд с изнаночной стороны тоже все очень просто все петли провязываются изнаночными провязано 16 рядов вот отсюда во сколько мы уже с вами провязали 17 ряд первые две петли провязываются изнаночными далее 2 лицевые повторяем 2 изнаночные 2 лицевые то есть мы с вами вернулись к резинке 2 на 2 и так весь ряд и поэтому с изнаночной стороны все очень просто над лицевыми провязываем лицевые над изнаночными изнаночные над лицевыми лицевые над изнаночными изнаночные и теперь точно также провязываем еще четыре ряда итак мы с вами закончили первую часть раппорта вот сначала черный затем синий и белый блоки возвращаемся снова к черному цвету то есть у нас идет повтор цвета через каждые два готовим нить к работе закрепляем у края полотна и мы готовы к работе над 23 рядом раппорт на четырех петлях сначала провязываем 2 лицевые следующие 2 снимаем повторяем 2 лицевые 2 снимаем снова 2 лицевые 2 снимаем и не забываем про протяжку которая не должна стянуть наше полотно в конце остались 2 петли провязываем их и кромочную тоже провязываем вот что у нас получается после 23 ряда с изнаночной стороны сначала провязываем 2 изнаночные снятые петли снова будем снимать оставляя протяжку здесь 2 петли провязываем снятые снимаем 2 изнаночные 2 снятые 2 изнаночные 2 снятые и так до конца этого ряда заканчиваем двумя изнаночными и кромочной 25 ряд мы будем провязывать полностью лицевыми петлями и черные и белые петли провязываются лицевыми провязали 25 лет и теперь с изнаночной стороны 26 полностью провязывается изнаночными петлями так как мы работаем разным цветом пряжи нам для этого необходимы лицевые изнаночные ряды чтобы все протяжки приведение нового цвета оставались здесь с изнаночной стороны и при этом лицевая сторона получается вот такой чистой 27 ряд вяжем резинкой 2 на 2 сначала 2 лицевые затем 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные и так весь ряд заканчиваем двумя лицевыми и кромочной и с изнаночной стороны 28 ряд тоже также резинка 2 на 2 сначала 2 изнаночные затем 2 лицевые над изнаночными вяжем изнаночные над лицевыми лицевые и так весь ряд мы с вами закончили полностью весь черный блок и сейчас идет смена пряжи так как мы с вами провязали белый и черный то сейчас в работу вступает вот этот цвет синий готовим пряжу к вязанию закрепляем нить у края полотна провязав кромочную петлю и 29 ряд провязываем следующим образом первые две петли снимаются без провязывания с левой спицы на правую нить остается за работой следующие две петли провязываем лицевыми эти две петли снимаем следующие 2 провязываем снова 2 петли снимаем 2 провязываем и так весь ряд заканчиваем двумя снятыми петлями и провязанной кромочной петлей закончили 29 ряд с изнаночной стороны снятые петли снова снимаем теперь нить остается здесь перед работой а синие петли провязываем изнаночными черные снимаем нить перед работой синие провязываем изнаночными и так весь ряд 31 ряд полностью провязывается лицевыми петлями а 32 с изнаночной стороны полностью изнаночными петлями перед тем как начнем вязать 33 ряд сначала заводим рабочую нить под 2 нерабочие закрепляем их у края полотна и теперь на протяжении 6 рядов будем вязать обычную резинку 2 на 2 я сейчас поставлю видео на паузу и вернусь когда закончу вязать резинкой 2 на 2 закончили вязать синим цветом и сейчас возвращаемся к нити белого цвета готовим ее к работе провязав краевую петлю и начинаем тридцать девятый ряд тридцать девятый ряд провязывается так первые две петли лицевые эти две петли мы снимаем с левой спицы на правую оставляя нить за работой повторяем две петли провязываем 2 снимаем 2 провязываем лицевыми 2 снимаем нить за работой и так весь ряд кромочную тоже провязываем лицевой тридцать девятый ряд окончен с изнаночной стороны после кромочной петли первые две провязываются изнаночными а снятые петли синие снова будем снимать с левой спицы на правую оставляя нить перед работой белые петли провязываются изнаночными снятые петли снова снимаем 2 изнаночные 2 снятые 2 изнаночные 2 снятые и так весь ряд мы закончили уже 40 рядов сорок первый ряд провязываем полностью лицевыми петлями 42 ряд все петли в этом ряду провязываются изнаночными 43 ряд сначала закрепляем нити у кромки а далее вяжем резинку 2 на 2 сначала 2 лицевые затем 2 изнаночные снова 2 лицевые 2 изнаночные так весь ряд с изнаночной стороны провязываем петли так как они на нас смотрят сначала у нас 2 изнаночные провязываем их затем 2 лицевые провязываем лицевыми 2 изнаночные провязываем изнаночными 2 лицевые лицевыми и так весь ряд до конца всего раппорта в высоту нам остается провязать всего 4 ряда мы работаем черным цветом закрепляем нить у края полотна и этот ряд провязывается следующим образом первые две петли снимаем с левой спицы на правую оставляя нить за работой следующие две петли провязываются лицевыми повторяем этот рапорт на 4 петлях первые две петли снимаем следующие две провязываем лицевыми первые две сняли следующие 2 провязали лицевыми и так весь ряд закончили 45 ряд 46 снятые петли это белые петли сейчас снимаем с левой спицы на правую оставляя нить перед работой а черные петли провязываем изнаночными белые петли снимаем черные провязываем изнаночными и так весь ряд 47 ряд это последний лицевой ряд нашего раппорта провязывается полностью лицевыми петлями и начинаем сорок восьмой ряд последний ряд нашего раппорта изнаночная сторона все петли в этом ряду мы провязываем изнаночными как закончили сорок восьмой ряд и весь раппорт высоту начинали мы с вами вот здесь вот тут черным цветом провязывали первый ряд и провязали шесть блоков полных и седьмой вот этот завершающий неполный чтобы продолжить работу над узором мы начинаем вязать все с самого первого ряда то есть продолжаем работать черным цветом и в первом ряду у нас первые две петли провязывались изнаночными потом две лицевые и так весь ряд на этом я свое видео заканчиваю надеюсь что узор вам понравится вы где-нибудь обязательно примените его а я с вами прощаюсь всего вам доброго до свидания